Добро пожаловать в Москву, Рене. Поздравляю вас с прошедшим днём рождения. Спасибо, это очень мило. Вы родились в День Святого Валентина. А что сегодня для вас главная любовь? О, конечно же, мои дети. Сто процентно. Мои дети для меня на первом месте. А вторая любовь – моя работа. Я счастлива, что могу делать то, что люблю. Вы уже третий раз в России. Не хотите в следующий раз взять сюда с собой дочерей? Да, я подумываю над этим. Мне кажется, что это всего лишь вопрос времени. Конечно же, я покажу им Москву. Она прекрасна. А что бы вы им показали в первую очередь? Наверное, я начну с ярких туристических мест, которые посещают все, кто приезжает в Россию. Правда, мои дочери любят начинать знакомство с городами, с их шоппинг-центров. Рене, на вашем счету десятки ярких и непохожих друг на друга оперных ролей. Дэз Демонов, графиня Альма Вива, Татьяна Ларина. Какой персонаж вам ближе всего по духу? Я думаю, мы ближе Татьяна Ларина. Застенчивая, интеллигентная девушка с открытым сердцем и большим внутренним стержнем. А вы могли бы первой объясниться в любви мужчине, как Татьяна? Ой, нет. Мне бы не хватило на это смелости. Я не такая смелая, как она, это точно. Для этого я слишком скромна. Письмо Татьяны Лариной к Евгению Онигину вы исполняли на русском. Вам показался трудным русский язык? Не буду лукавить. Очень трудным. Поначалу мне казалось, я никогда не смогу его освоить. Некоторые звуки мне никак не давались. Но если закрыть глаза на все сложности, отмечу, что русский язык очень красочный и мелодичный. В моем возрасте уже трудно выучить язык. Поэтому совет всем – начинайте учить иностранные языки как можно раньше. Музыкальные награды, в том числе и Грэмми, не даются даром. Сколько часов в день вы репетируете и даете ли отдохнуть своему голосу в отпуске у моря? У меня нет какого-то определенного графика. Но я очень дисциплинированный человек. Ведь голос – это чудо, самый чудесный инструмент на свете. Поэтому мне никогда не жалко времени, потраченного на занятия по вокалу. Даже в выходные дни я пою хотя бы по часу в день. Рене, а как вам удается поддерживать себя в такой прекрасной форме? Слышала, вы приверженец белой диеты и отказываетесь от всех белых продуктов. Да, я не ем продукты белого цвета. Сахар, пасту, хлеб. Могу наслаждаться только их запахом. Я начинаю день с мюсли и стараюсь держать свои мышцы в тонусе. В честь вас известный нью-йоркский шеф-повар Даниэль Булю создал десерт для Дива Рене. Неужели даже перед ним устояли и не попробовали ни разу? Нет, конечно же, не устояла. Даниэль Булю – один из превосходных кулинаров. А какое он делает пасту-болонезо – просто объедение. Когда я прихожу к нему в ресторан, то забываю про все диеты. В детстве я хотела быть президентом Америки, признались вы как-то. Давайте пофантазируем. Если бы вы стали президентом США, какой закон приняли бы в первую очередь? Забавно. Я недавно общалась со своими учениками, студентами, и сказала им – «Ребята, в истории США до сих пор не было женщины-президента. Вы можете исправить ситуацию. Вы следующие поколения должны это сделать». Сейчас, видя, как усиленно работает наш президент, я понимаю, что не хотела бы для себя такой работы. Слишком много стресса и ответственности лежит на его плечах. Но я очень рада, что мне выпал случай выступать на инаугурации Барака Обамы. Это исторический выбор. Приятно ощущать себя частью истории. В Нью-Йорке вы горячо поддерживаете кампанию по литературному образованию молодежи GetCodeReading. Почему вас волнует эта проблема? Мне кажется, только чтение может развивать воображение. Только оно способно зародить в нашей голове интересные умные мысли. Ни телевизор, ни интернет, а именно книги. Я не знаю, как дела обстоят в России, но в Америке дети стали очень зависимыми от технологий. Компьютер, телевизор, видеоигры. И меня это пугает. Это очень тревожный фактор. Мне хочется вернуть молодежь обратно к книгам, раскрыть им радость от общения с мировой литературой. Рене, вы позволили себе отойти от классического репертуара. В 2003-м исполнили саундтрек трилогии «Властелин колец». Являетесь поклонницей этой книги? Это был для меня интересный опыт. Это был настоящий вызов. Смогу ли я исполнить что-то в подобном роде? Я смогла. Мне попался очень интересный композитор. Вместе с ним мы добились уникального звучания. Да и мои дети, которые являются поклонниками «Властелина колец», очень мне благодарны. Кстати, теперь я очень популярна среди их друзей. Спасибо вам огромное. Желаю вам громких оваций, любви и семейного счастья. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.